Позывной коса. Во время войны Иван Александрович Сподин воевал на Западном фронте и Дальнем Востоке. Был связистом и минометчиком в Люберце. Фронтовик приехал в 1982 году. С Новым годом ветерана поздравил глава Люберец. На фронт Иван Сподин ушел 18. Краткий курс молодого бойца и на передовую. День победы встретил в Польше, но война на этом не закончилась. В составе действующей армии Ивана Александровича перебросили на Дальний Восток. Рассказывает, в окопах Новый год не отмечали, не до этого было. Зато в памяти сохранились воспоминания, как провожали Старый год на Малой родине, в Алтайском крае. Маленький я в деревне жил. И общий стол, общий все. Так, как вот сейчас подарки сюда, то этот период, когда я рос, у нас не было в семье. После войны Иван Сподин четверть века трудился в Магаданской области. За высокие производственные результаты его перевели в Москву, в Министерство связи РСФСР. Позже в трудовой книжке появилась еще одна запись – завод имени Камова. Даже будучи на пенсии, Иван Александрович продолжал работать. Лишь в 83 года он ушел на заслуженный отдых. Поздравить ветерана с наступившим Новым годом пришел глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий. Это вот по случаю того, что Новый год наступил. Вы у нас и ветеран войны. Я так почитал вашу биографию. Вы такой парень в молодости были, такой, ну, правильный, я хочу сказать. Такой настойчивый, где-то, ну, такой в хорошем смысле патриот. В рамках проекта «Единой России» мобильные отряды помощи Ивану Сподину подарили телефон и сертификат на бесплатные звонки. Фронтовик пообещал, лежать без дела современное средство связи точно не будет. Ему всегда есть о чем поговорить со своими детьми, внуками и правнуками. Григорий Ворованин, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.